Здравствуйте, с вами Мистер Снэйка. Продолжаем проходить. Эта часть будет немного короткой, потому что она заканчивает этап, в общем-то, выживания, отбивания от Келлера. Ну и дальше уже будет совсем другая игра. Мы будем встречаться со всеми сериями Доминаторов. Играть будет сложнее, но и интереснее. Итак, перезалетим наши ракетницы. Там в новостях мы увидели, что собираются освободить систему Вакхар военные, поэтому в этой части постараемся освободить полностью целый сектор, наш родной, в котором живут исключительно одни фаяне. И, в общем-то, взлетаем. Ракетницы мы перезалетили. Давайте, наверное, еще и оборудование починим. Не стоит на сломанном оборудовании туда лететь. Ну, Вакхар... В Акхаре, в общем, нас ждут Келлеры. Это не Тироны, то есть они намного легче. И если уж мы с Тиронами справились, то, в общем-то, Келлеры для нас не должны представить никаких проблем, поэтому спокойно и не думая вылетаем в эту систему. И сейчас будем пробовать ее возвращать. Так, что-то тут Келлеры уже залетали где-то. Возвращаются они снова в звезде, кстати. Вообще, доминаторы всегда крутятся вокруг звезды, потому что вроде как... Да, подзабыл я, почему они вокруг звезды летают. Может быть, потому что им холодно. Но на самом деле там сюжетное объяснение есть. Я уже не помню, где это я точно читал. И сейчас найти, скорее всего, нереально, потому что по рейнджерам, в принципе, инфы мало. Ну, и инфа уже потерянная. То есть некоторые сайты у меня, например, не открываются. И поэтому, если кто знает, откомментируйте, потому что я уже подзабыл насчет этого. Почему-то они, в общем-то, вокруг звезды там летают, ну или просто зависают. Так, работаем по нашей, в общем-то, схеме. Убиваем сначала штипов. Сейчас уже должны военные скоро прилететь. Кстати, мы вот подогнали всех доминаторов именно к тому месту, откуда должны выйти из гиперпостранства военные. Так что сейчас будет уже бой. Вон они уже прилетели. Ну и нужно сейчас возвращаться и помогать военным против штипов и смершей. Так как они прям попали сразу в окружение. Что-то не очень весело. Сразу помощи у нас просят. Естественно, куда же без нее. Так, ну давайте поможем им. Ух, там четыре смерша, так как неприятно висят. Военных не очень много, скорее всего, будет в этой системе. Сейчас еще должна вторая партия прилететь. Но если она вообще, в принципе, прилетит, они, бывает, по партиям так летают. У нас сзади там минок подождал. Нехорошо. Кстати, прошу прощения, в прошлой части я летал с дроидом. То есть, освобождал систему. У меня огрыженный дроид на 16 починки. Я вот просто этого не заметил. Поэтому в прошлой части сказал, что без дроида летал. Но на самом деле, я освобождал систему именно с ним. Вот так что, если я чуть-чуть полетаю в толпе, то ничего страшного. Дроид меня обратно вычинит. Так, ну вот, по-моему, вторая партия военных прилетела. В количестве одной штуки, похоже. Ну, может быть, чуть побольше. Давайте вот тут у этих доминаторов полетаем. Чуть-чуть. Менок никак не хочет от нас отстать. Давайте обманим его. Ну вот, в принципе, тут уже военные при помощи наших залпов практически со всеми разобрались. Тут буквально три доминатора осталось. Неплохая такая кучка нодов. Выполажал его добрать никак нельзя. Так, менок умер. Ну и теперь остались два доминатора. Смерший еще один менок. Так, ну этого, наверное, и так зафигарят. Ладно, давайте поможем, чтобы они случайно там не умерли. И следующий залп уже будет. Ну, был, точнее, в менок. А ну, это должно быть все. Если сейчас новый не вылетит доминатор. Но вот он именно в этот же день вылетел, как только менок был уничтожен. Ах, как меня это бесит. Ну ладно. Давайте его подстрелим, пока там военные будут долетать. Так, все, два залпа есть. Заменяем его. И еще один доминатор вылетел. С той же планеты. Просто издеваются. Все, давайте гнаться за ними за всеми. И все, звучит победная музыка. Мы освободили сектор. В общем-то, я вас с этим поздравляю. Теперь. Давайте получим награду на вот этой планете. Посмотрим, что нам дадут. Так, еще один модуль. Ну, разве что вот в ракетницу его можно будет ставить. Не самый плохой подарок. Ну и давайте подведем итоги. В принципе, мы освободили три системы. То есть, как вы понимаете, у нас... В принципе, в дальнейшем прохождении проблем никаких нет. То есть, мы можем освобождать как и терруновские системы, так и келлеровские системы. Загрейдив наши ракетницы или купив более улучшенные и загрейдив их уже при помощи модулей, которых у нас уже 3 на плюс 10, мы уже можем и с блазерами спокойно воевать. А у нас есть имба-маяк, о котором я обещал рассказать. Так вот, в общем-то, его суть такова. Жмите кнопку там активировать. И в какой системе вы находите, через некоторое время прилетают келлеры. Ну и, собственно, как это использовать. То есть, вы вызываете келлеров, они прилетают в систему с другими доминаторами. Завязывается битва. Естественно, келлеры вылетают из какой-то из систем, которые они занимают. Вылетите сначала в ту систему, ну и потом после битвы, в общем-то, келлеров с другой серией доминаторов возвращаетесь в текущую систему. И таким образом захватываете сразу две, если все сложилось хорошо. Вот таким вот образом можно использовать этот маяк. Но, к сожалению, не очень часто получается это делать. Так, ну и, в общем, что хочется сказать в конце. В принципе, на этом часть заканчивается. Но не спешите выключать. Там вас ждет еще небольшой сюрприз. У меня было хорошее настроение. И, в общем-то, я сделал видюшку одну, которая, в общем-то, расскажет, что же будет дальше. Какие эпик фейлы нас ждут. Спойлеры я все постарался закрыть. Так что, надеюсь, вам это понравится. Вот. Ну и я, наверное, попрощаюсь с вами. До новых встреч, удачи и, надеюсь, еще увидимся. А, да, ребята, не пугайтесь, сейчас музыка очень резко начнет играть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok